Мизансцены Мизансцены еще не выверены и текст пока от зубов не отскакивает, но страсти уже кипят вовсю. Иначе и быть не может. В пьесе итальянского автора Альдо де Бенедетти каждая фраза пропитана средиземноморскими страстями. Респектабельный депутат парламента Синьор Леоне воспылал чувствами к молодой очаровательной писательнице Паоле. И чтобы понравиться юной особи, выдает творение начинающего литератора Пьетро за свои. Любовный треугольник оживает на сцене в соответствии с канонами жанра. Но на подмостках по замыслу постановщика зритель увидит гораздо больше. Нам нужно, чтобы это было красиво и чтобы это было приятно не только нам, но и другим людям. Поэтому мы придумали такой проект. Это не просто спектакль. Это совместный такой творческий проект, в котором задействован и известный, очень известный скульптор, не только в Пензе, а по всей России, Владимир Трулов. Вы его произведение увидите, да? И задействован центр «Квартал Луи». Екатерина Дементьева на сцене, несмотря на небольшой рост, не теряется. Воспитанница арт-холла прошла кастинг на общих основаниях. С гордостью говорит, что успешно командует своим двухметровым партнером по подмосткам. Эта роль, кстати, была специально написана для начинающей актрисы. Ой, честно говоря, ощущения очень клевые. Я очень рада, что я могу вместе с профессиональными актерами выступать на одной сцене, потому что в детском доме я уже тоже выступала, но уже со своим коллективом. А здесь более такой масштабный, более профессиональный. И очень эмоции, впечатления очень крутые, потому что это было мое желание, это была моя мечта, это мой успех. Артем Давыдов – дебютант сезона и по сценарию муж Катарины. Это сценическое имя героини Екатерины Дементьевой. Я не могу сказать, что я настойчивый в получении роли, но я увлеченный в своей работе. То есть, если мне предоставляется какая-то работа, роль, то я ей отдаюсь полностью. Как тебе порог? Ну, я пока ищу, я пока в поиске, но я думаю, что это мое. Все, да, что я думаю, что это будет неплохо. Владимир Трулов не только принял участие в оформлении сцены. Сотрудничество со скульптором, говорит Сергей Казаков, будет продолжено. Скоро в фойе зрителей будет встречать известный литературный персонаж. Да, сам Бог велел, чтобы памятник Хлистакова, потому что Пенинский драматический театр – новый, открылся премьерой «Ревизора». И поэтому, конечно, такой персонаж, как Хлистаков, он, собственно говоря, является отлицетворением как бы начала работы нового здания Пенинского драматического театра. Премьерный показ «Сублимации любви» запланирован на конец ноября. Валерий Марков, ТВ Пенза.